Венчурные проекты Венчурные проекты Но так же, как когда-то появился интернет, должна появиться какая-то новая всеобъемлющая, объединяющая всю сеть. И информация на сегодняшний день переносится из одной части земного шара в другую буквально за секунды. С этим абсолютно невозможно поспорить. Но каким образом сейчас происходит перемещение подвижных составов? Это примерно 30 километров в час. А если говорить про погодные условия, то здесь нет никаких контраргументов, так как и в зиму, и в зной, и в Арабских Эмиратах, и в районах с вечной мерзлотой такие проблемы встречаются. Я буквально недавно вернулся с Африки и увидел своими глазами, как в Лагосе обстоят дела. Это фотография как раз-таки с Лагоса. Там грузовые автомобили стоят буквально днями, чтобы дождаться своей очереди, чтобы переместиться на следующие 100 километров с очень маленькой скоростью. И, естественно, у нас есть свое решение на решение данных задач. Транспортные пробки – это ожидает каждый город, даже тот город, который сейчас не встретил таких проблем. И также у нас есть специфичные решения для морских портов. И эти решения сейчас уже одобрены нашими заказчиками, находятся на стадии проработки. На самом деле эта проблема существовала давно, и многие пытались ее решить разными способами. Разные компании инвестировали большие действительно деньги, чтобы создать транспорт второго уровня. Транспорт над землей, который перемещается абсолютно экологично, абсолютно эффективно, абсолютно безопасно. И экономит как капитальные затраты, так и будущие эксплуатационные затраты. И позволяет действительно совершить очень быстрый возврат инвестиций. Это компания SkyTrend, это компания Metrina PRT. И многие другие такие угловатые решения, которые не увенчались абсолютно успехом. И что предлагаем мы? Мы на сегодняшний день за чуть более чем 4,5 года создали действительно уже рабочие подвижные составы. Это сертифицированные, многие из этих подвижных составов сертифицированы. И у нас есть целая линейка, как сегодняшнее поколение миллениалов любит поколение смартфонов. У нас целая линейка подвижных составов. Вы знаете, для венчурных инвесторов важна стратегия и долгосрочность, и масштабирование компании при инвестиции в тот или иной проект. У нас нет конкурентов, я могу сказать, на сегодняшний день. И может кто-то нас сравнить с Hyperloop, с Elon Musk. На сегодняшний день нет реального инженерного решения. И даже тестовые участки также абсолютно не закончены. Поэтому действительно я могу сказать, что Skyway – это единственное решение логистических и транспортных проблем и создание нового транспортно-информационного коммуникатора, который на сегодняшний день не делает ни одна компания в мире. Все, что вы видите, это похоже, возможно, на компьютерную графику, но это абсолютная реальность. В этом можно убедиться, посетив наши тестовые участки на экотехнопарке. В цветущем райском саде таком, потому что мы показываем там, что эта технология абсолютно экологична и абсолютно удовлетворяет потребностям сегодня человека по Парижскому соглашению и многим другим документам, которые были подписаны ввиду изменения климата. И эта проблема волнует на сегодняшний день всех. И, конечно же, те страны, которые диверсифицируют экономику, они на сегодняшний день об этом задумываются. На данный момент у нас крупное стратегическое партнерство с Арабскими Эмиратами. Даже если говорить про крупных стратегических партнеров, это не сразу произошло, что мы пришли в семью Аль Мактумов, которые на сегодняшний день поддерживают нас на высшем государственном уровне, обеспечивая работу с крупнейшими подрядчиками. И была определенная история Индии, Индонезии, но происходили определенные политические коллизии. И мы пришли в ту страну, которая готова, как предоставить нам территорию для создания тестового участка. На сегодняшний день начато строительство в Шарже. И к лету этого года будет продемонстрирована первая трасса в Арабских Эмиратах. Что касается стратегии развития управления по транспорту автомобильным дорогам Дубаи, то мы включены в программу автоматизации транспорта до 25% до 2030 года ввиду остальных технологий, таких как летающие такси, беспилотные автомобили. Но что касается беспилотных автомобилей, я могу сказать, как человек, увлекающийся рынком IPO и вообще инвестициями, все мы с вами здесь абсолютные коллеги. И рынок институциональных инвесторов в недавнем времени отрицательно отреагировал на недавнее размещение компании Lyft. И это только американский рынок. Подождем размещение компании Uber, как же отреагируют институциональные инвесторы. Но, на мой взгляд, как футуролога, как человека прогнозирующего тренды, институциональные инвесторы на данный момент подобным образом отреагировали, потому что автоматизация транспортной индустрии на сегодняшний день не решает те задачи и люди не готовы вкладывать большие деньги. В нас как раз-таки уже готовы вкладывать. И на сегодняшний день у нас до сих пор продолжается схема краудинвестинга. С помощью этой схемы чуть более чем за 4,5 года было собрано более 50 миллионов долларов. На сегодняшний день самая крупная инвестиция от физического лица – это 339 тысяч долларов. И я лично рассчитываю уже на инвестиции от этой конференции. То есть будет серьезный разговор с посещением экотехнопарков, возможно, знакомство с нашими крупными стратегическими арабскими инвесторами. Это от миллиона долларов. Но в условиях написано, что инвестировать можно от 15 долларов. Это действительно так, так как у нас абсолютно такая народная доступная система. Что я могу сравнить с коллегами, которые рассказывали про систему обучения. И на самом деле это некая социальная также нагрузка. Люди верят в проект, потому что они понимают, что в страну, в страны ждет очень серьезный экономический коллапс. И те экономики стран, которые постоянно диверсифицируют экономику, например, Арабские Эмираты, они также это понимают. Преимущества абсолютно очевидны. То есть это аэродинамика. Аэродинамика позволяет экономить топливо в значительном количестве. По сравнению с электромобилями это просто не поддается никакому сравнению. Вы можете видеть по этому слайду. Если говорить про преимущества с традиционными транспортными решениями, тоже проще увидеть и посмотреть этот слайд. Либо подойти на наш стенд, либо ознакомиться с теми материалами рассылки, которые вы обязательно получите, если запросите информацию. Но на сегодняшний день и также Министерством транспорта, экспертным советом при Министерстве транспорта Российской Федерации эта технология признана одной из самых эффективных и рекомендованных к внедрению. К сожалению, на территории Российской Федерации сейчас рассматриваются немногочисленные проекты, в том числе в Московской области, непосредственно в Москве рассматриваются сейчас проекты. Но мы сосредоточены на Ближний Восток, потому что там есть понимание, там есть поддержка на высшем государственном уровне. Если говорить про долгосрочную стратегию, посмотрите, пожалуйста, на решение HyperU. Что это вам напоминает? Это, возможно, напоминает решение Илона Маска. Но у нас как раз-таки с инженерной точки зрения здесь все абсолютно рассчитано. И самое главное в этой технологии – это безопасность. Это не то, что разогнать капсулу до трех сотен километров в час и создать вау-эффект и сделать какое-то рот-шоу. Мы участвуем в различных выставках. У нас очень серьезные партнеры. The South Systems – это 3D Experience. С маленькой детали. Даже если изменить болтик, меняется вся система. А каким образом можно создать новые транспортные, информационные, энергетическую, коммуникационную сеть нового поколения. И мы приглашаем в нашу технологию всех желающих, потому что создатель, изобретатель – это автор многочисленных научных работ, монографий, патентов. У нас восторгаются крупные инвесторы особенностью – акварелью, потому что этой технологии уже более 40 лет. И что поражает – это стратегия развития. То есть постоянно можно масштабировать, масштабировать, масштабировать. Второе – патентное образование у генерального конструктора. Это как раз-таки патентное образование. Поэтому нет никаких проблем с патентом, получением сертификатов. И что касается масштабирования. У нас сейчас более 800 работников, более 15 конструкторских бюро. Создается технология, постоянно масштабируется. Строятся новые производственные площадки. Экотехнопарк в Республике Беларусь Марьяногорка уже готов. Мы всех приглашаем на новый экофест, который как отчет перед инвесторами проходит первый каждый год. И в этом году также он примерно в августе будет проходить. И также уже скоро откроет свои двери инновационный центр Skyway в Арабских Эмиратах. Если говорить про юридическую схему, я уж не буду останавливаться на Всемирном правительственном саммите, где, кстати, вещал Илон Маск. И там мы не вещаем, потому что это огромные затраты. Цель и стратегия компании – постоянная оптимизация и поиск оптимальных решений. Про юридическую схему я думаю, что это всем очень интересно инвесторам, кто хочет инвестировать в достаточно серьезные суммы. Юридическая схема – это как Convertible Loan. Это схема договора конвертируемого займа. И это исторически можно сравнить с недавним событием компании Tesla, когда Tesla была вынуждена выкупить очень серьезные активы, более чем на 900 миллионов долларов. Но это не акции, это именно выкуп, потому что там стоял триггер ограничения по цене акции. У нас такого ограничения нет, и все люди от 15 долларов, неважно, 15 долларов, миллион, 10 миллионов. Естественно, с стратегическими инвесторами будет другой разговор. Они могут получить также и голосующий пакет, если, к примеру, инвестируют 150 миллионов долларов. Но, получив на сегодняшний день долю быстро растущей транспортной компании, вы, на мой взгляд, будете не то что максимально обезопасены ввиду приближающихся экономических коллапсов, но вы получите очень серьезную диверсификацию в вашей корзине ваших инвестиционных активов. Хотите узнать больше, подходите на наш стенд, обращайтесь на наши ресурсы, на нашу почту. Я рекомендую всем использовать QR-код, чтобы увидеть через ваш смартфон, как работает эта технология и что мы, собственно, создаем. Лучше один раз увидеть, чем сто раз меня услышать. Благодарю за внимание. С вами Skyway Capital.